Сегодня в иранском Бушере прошла торжественная церемония пуска атомной электростанции, построенной российскими специалистами. Это событие стало важной вехой не только в истории энергетики. Бушерская АЭС уже долгие годы находится в центре внимания ведущих политиков, экспертов в области ядерной безопасности и мировых СМИ. В США, Израиле и Западной Европе существует опасение, что мирный атом иранские власти могут использовать в военных целях. Но российская сторона и международные наблюдатели подобное развитие событий полностью исключают. История уникального проекта в репортаже нашего специального корреспондента в Иране. Александра Евстигнеева. Стержень с ураном опускается в ячейку хранилища. Всё Бушерская АЭС из инженерного сооружения превратилось в объект атомной энергетики. Произошёл так называемый физический старт. То есть электричество ещё не вырабатывается, но топливо уже на станции. Можно считать, что строительство Бушерской АЭС фактически завершено. Мы ждали этого дня около 40 лет. Мы благодарим Россию, правительство России и весь российский народ, наших друзей. Без них этот великий для нас день никогда бы не наступил, и строительство атомной электростанции не было бы завершено. Две записи в книге почётных гостей. На Фарси и на русском. Новая страница в истории Ирана. Бушерская АЭС значительно сократит дефицит электроэнергии в стране. А значит, выведет республику на новый уровень экономического развития. Получить свой собственный мирный атом Иран мечтал очень давно. Даже на местных банкнотах здесь печатают ядерную символику. Вот движение частиц по орбитам. Сегодня мечта сбылась. Затем, как она осуществлялась, затем, что происходит здесь сегодня, наблюдает практически всё мировое сообщество. Кто-то с интересом, а кто-то с явной тревогой. Ряд европейских стран США, Израиль не раз высказывали опасения. В Бушере Иран будет создавать ядерное оружие. Обогатит мирный уран и получит плутоний. Некоторые военные эксперты накануне запуска станции даже предрекали, Израиль может нанести авиаудар по Бушерской АЭС. Но наблюдатели по линии Магатыни однократно заявляли, эту станцию невозможно использовать в военных целях. К тому же все работы ведутся под контролем международных экспертов. Любая страна в мире имеет право на доступ к благам мирного использования атомной энергии. Любая без исключения. Это не может быть монополией той небольшой группы стран, которая обладает ядерными технологиями и будет получать благо только себе, а никого другого к этому не подпускать. Это невозможно. Такой подход разрушит и режим нераспространения. Так не может быть. Бушерская АЭС – это уникальный проект. Аналогов в мире нет. Российские специалисты смогли разместить современное оборудование на фундаменте и коммуникациях, построенных 30 лет назад. Начинала строительство немецкая компания еще в 1974-м, но в 1979-м после Исламской революции отказалась от проекта. Россия активно подключилась в 1998-м. Отличные ребята, подготовка у них профессиональная на уровне, немножко не хватает опыта, но для этого мы и здесь. За годы, проведенные здесь, семья Бойченко привыкла к тому, что без кондиционера невозможно, привыкла к палящему солнцу и почти стопроцентной влажности. Научились выходить на работу в 5 утра, пока еще не жарко. Они строили Бушерскую АЭС всей семьей. Приятно осознавать мысль о том, что я уеду, она будет еще энное количество лет работать. Может быть, там, те же самые знакомые Перса будут вспоминать, что вот были такие российские специалисты, которые нам помогали в ее строительстве. То есть, как бы, на века строят. России участие в Бушерском проекте дает долгосрочную выгоду. 10 лет Иран будет покупать российское ядерное топливо. Российские специалисты будут обслуживать и ремонтировать АЭС. К тому же Россия закрепила статус одного из лидеров на высокотехнологичном рынке атомной энергетики. Давайте напомним, что когда-то недостроенный объект подвергался обстрелу и бомбардировке, и здесь были попадания в реакторный зал. Это совершенно уникальное, с технологической точки зрения, решение, которое было реализовано российскими специалистами. Пожалуй, можно смело сказать, что с технологической точки зрения с этим больше никто не справился. Сейчас на Бушерской АЭС ведутся работы по окончательной наладке оборудования. Первое электричество станция должна дать уже в конце этого года. Александр Истегнеев, Дмитрий Киеновский, Первый канал, Иран.